Приветствую вас! Так сразу, наверное, не скажешь, конечно, с чем может быть связано то, что вы боитесь змей, вот, потому что для каждого человека змеи имеют свое значение, вот. Но часто связано с некими такими мистическими достаточно представлениями о змеях и о том, что они из себя представляют. Часто это связано с тем, что в определенный момент, вот момент пикового переживания, скажем так, вы просто не получили адекватную обратную связь. От людей близких вам, от людей взрослых вы не получили обратную связь, вот. И, соответственно, страх закрепился, страх закрепился, страх остался, вот. То есть, как бы, укус и нападение, это совершенно необязательная опция, чтобы, ну, бояться змей. Змеи могут быть неприятные, просто сами по себе, вот. И вы можете бояться, вы могли испугаться просто их самого вида. Ну, просто вид, просто вид змеи вас напугал. А никто не дал вам какую-то обратную связь, вот, чтобы показать, продемонстрировать, что, в общем-то, страшного ничего нет. Абсолютно, в змее, ну, в змее. Вот, и вы теперь боитесь. Я думаю, что, в зависимости от того, с чем связан ваш страх, в зависимости от того, какова его природа, потому что у страха может быть разная природа. Ну, много, много, неоднородная природа у страха, вот. В зависимости от того, какую природу ваш страх имеет, можно уже будет с ним работать и помочь вам. С другой стороны, змей, не такая распространенная часть фауны, если вы живете в России, в центральной части России, вот. И, возможно, у вас нет такой мотивации, да, то есть, понимаете, какая штука. Вам нужно спросить себя, готова ли я работать над тем, чтобы избавиться от страха змей, допустим. Потому что, вы можете быть не готовы просто. Если это процесс такой, достаточно длительный, это процесс такой, достаточно вязкий. Это процесс такой, ну, я бы сказал, неторопливый процесс работы со страхом. Вот. И, как бы, готовы ли вы этим заниматься? Готовы ли вы на это обращать, ну, тратить на это свои ресурсы, свое время? Вот. Готовы ли вы предлагать усилия для изучения себя? Насколько вас эта проблема беспокоит сейчас? Почему она вас беспокоит, да? То есть, если человек замотивирован, если человек мотивирован заниматься, вот, ну, коррекцией, корректированием того, что его беспокоит, то, в принципе, проблему решить можно. Это не так сложно. Вот. Но, опять же, нужно доверие, нужно время и доверие. Время и доверие, это основные аспекты, которые нужны при работе со страхом. Вот. Но если мы не говорим, допустим, о гипнозе, да, таких быстрых способах, поверхностных способах решения данной проблемы. Вот. В целом, змей это угроза. То есть, вы, как вы, вот, почувствуете, чувствуете угрозу. Вы чувствуете угрозу, вы чувствуете валии. Первый раз, когда, ну, мы познакомились со змеями, вы почувствовали угрозу. Вот. Вы чувствуете, это, в сих пор, это нормально. Вот. А это такой, вот, не перечислить, не прожить до конца детский страх. Вот. Возможно, возможно, проблема, какая кроется в чем-то еще, а, допустим, страх перед змеями, он просто как-то вот выступает катализатором этого, ну, катализатором просто других проблем. Другой проблем, скажем так. Вот. Так что, такой момент, такой ответ я, в принципе, мог бы вам дать. Вот. На этом все. Я надеюсь, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, обращайтесь, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, все правило, вы так да. И вот так.